на фоне перманентной исламофобской истерии в российских медиа привлекла внимание история с сожжением на камеру перевода смыслов корана в волгограде как передают российские средства массовой информации это сделал некто по фамилии журавель важный для постановщиков шоу детали разлетелись по провластным сми альтернативных источников информации в россии не наблюдается как выяснилось исламофоб уроженец украины родом из севастополя не важно что севастополь славится своей ненавистью к украинцам так он еще и оказался подписчиком либеральных пабликов в интернете куда же без них после попытки приплести навальнистов к убийству пропагандиста татарского ну и контроль в голову он фотографировал боевые самолеты по заданию украинских спецслужб очевидно что и каран жег по их заданию видимо для украинцев не столько важно сжечь каран что они готовы спалить своего агента который занимается военной разведкой в тулу врага пару месяцев назад путинские сми возмущались аналогичной истории в швеции но когда дотошные журналисты обнаружили связи исламофоба полудана с российскими пропагандистами в россии как по команде замолчали пришлось угомониться и кадырову который по всей видимости не был в курсе этого спектакля и в очередной раз пытался изобразить защитника мусульман и религии роль защитника корана закрепили за ним кукловоды из администрации путина чего стоит шоу судебным запретом перевода сахиха аль-бухари сборника хадисов который является базовым для изучения ислама ситуация разгонялась сети возмущение мусульман было искусственно доведено до пика все карманные муфти и как по команде своих кураторов промолчали а потом кадыров громогласно возмутился и запрет отменили кадыров предстал борцом за права мусульман спецоперация прошла успешно постановочную съемку задержанием журавля подпортила поспешность арестованного с которой он признался в преступлении еще лежа лицом в пол прямо на месте задержания поскольку способность среднестатистического россиянина критические мыслить давно отключена заморачиваться не стали и оставили все как есть people и так сказать ну и по старой схеме задержанного привели защитнику корана в грозной надеюсь мы не увидим кадырова в новом оплуа в мантре и с молотком руках уже самолично вершающего суд напомним же друг другу то что мы обязаны помнить когда речь заходит о государстве освободиться от гнета которого мы считаем своей обязанностью россия это не только одна из самых нетерпимых стран по отношению к исламу но и самая нацистская страна в мире где на государственных сми из уст официальных лиц до сих пор можно услышать слова типа чурки басурмане черные и даже призывы убивать детей только лишь из за того что они другой раз и я же не сказал что надо убивать хотя я скажу надо пить и жечь а был такой отношения с тех пор к украинским детям нет это государство запретила сотни исландских книг в числе которых десятки книг описывающих жизнь посланника аллаха мир ему масса сборников хадисов а также потафсиру и фикху вплоть до судов праведных имама анналави разрушены десятки мечетей а против постройки новых устраиваются митинги с оскорбительными выкриками адрес мусульман и не русских целом артур русяев построивший мечеть в калининграде был посажен в тюрьму где он при странных обстоятельствах умер от инфаркта построена и мечеть разрушили бульдозером в заточении также находится наша сестра лейла чемузиева которые подкинули оружие и задержали после чего подвергли ее унизительным пыткам к пожизненному сроку приговорен балкарец расул кудаев он также признан политическим заключенным правозащитным центром мемориал к 17 годам заключения приговорен издатель исламской литературы чеченец асланбек ижаев дагестанский журналист абдульму мингаджиев за интервью с абу умаром сосетлинским уже четыре года в сизо ждет приговора признан мемориалом политзаключенным родной брат абу умара сосетлинского саду ахмеднабиев по обвинению в финансировании терроризма финансирование терроризма приговорен к 16 с половиной годам лишения свободы исправительной колонии строгого режима тысячи мусульман включая религиозных деятелей общественников работников благотворительных фондов их волонтеров правозащитников и даже просто их родственников находятся в тюрьмах или вынужденной миграции на март 2022 года в россии было осуждено 231 членов хизбут-тахрир 81 из них получили сроки от 10 до 15 лет 95 сроки от 15 лет и более список можно продолжать и продолжать а что мы скажем на это откроем свои глаза и уши или дальше будем делать вид что нам дают совершать намаз а раз так то и жизнь прекрасна а а а а а а а а Продолжение следует...